привет привет что у нас не с утра чистят дорогу наверное федеральный носится вот этого в дворах прочистили с одной стороны вчера но тут тут пока нет я иду из магазина я дома у меня стирка всю ночь была все все сохнет посмотреть покупки наверно отодвину я в принципе окошко открыла чтобы знаете так немножечко продулась и побыстрее он пусть пока так а потом я в принципе она уже вся высох капуста у меня тут готовая с обеда осталось так сейчас поставила штатив будем смотреть покупки короче не крутила не вертела надежде сэкономить немножечко думала сначала сразу закажу доставку выбрала что там на 2000 думаю все нужное все удалила думаю нет потом уже когда обед думали надо заказать ничего не учасно что туда ну короче ладно все пойду пойду сходила чек чуток меньше но я в принципе из мяса только фарш купила сейчас вам расскажу бананы вышли на 76 43 одиноки один огурец это вот среднеплодный чтобы вы понимали 161 рубль килограмм здесь на 32 96 дальше что мы тут самое дорогое а ну конечно самое дорогое это вот это но ко мне соседка придет на разговор поэтому мне надо 239 99 принципе я знаю какой разговор но не то чтобы неприятный приятный ну короче к чаю все равно поставлю так томаты томаты сто восемьдесят девять 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 девятьдесят восемьдесят шесть ну короче 77 рублей любви вот такой вот творог одна упаковочка 33 стоит в озоне на озоне такой же творог 35 я заказывал то что мне было надо поэтому так молоко молоко кстати по моему тоже была скидка сейчас скажу вам до молоко по скидке 78 рублей дальше геркулес что меня всякий закончился геркулес кукушки кукулес а 47 99 ну да помню там такого соль короче стояла рядом розовая хироза в этом это взяла обычно мне кажется все таки это выглядит маркетинговый ход так фарш домашний сто сорок девять 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 дальше общий стандарт сливочное масло 82 и 5 на ведь да да 82 и 5 масло сто шестьдесят девять девяносто девять то есть 170 рублей 180 грамм сыр вот такой вот монастырский брест-литовский кусочек стоит 200 грамм 159 90 ну короче 160 рублей так где-то еще один сыр мазда мазда у них на маздам тоже скидка 179 90 на зоне а типа без скидки он стоит двести тридцать девять девяносто девять на зоне он без скидки сто восемьдесят девять но это все о том как образуются цены продуктовых магазина сейчас ну и яйца куда без них но яйца в принципе мне вышли сто 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 двенадцать девяносто девять я в принципе брала на свою страх и риск потому что там у них все эти яйца выложены ни одного ценника нету как бы не на пятьсот рублей коробочку взять но я просто прошлый раз брала вот как раз вот эти волжанские тоже с 1 и по моему они как раз стоят где-то около сто девятнадцать сто пятнадцать поэтому я приблизительно понимал что может быть шанс есть что я попаду в нормальную цену хотя тоже сто двенадцать рублей сто сто тринадцать рублей за пачку яиц где где блять турецкие яйца где они вот где они непонятно я не вижу того что цены на яйца изменились я вижу что и стало много но цены не изменились так что что-то как-то чудо как-то как обычно хотели как всегда получил уходили как лучше получилось как всегда так ну чё в принципе все ничего не купила сыр фарш масло яйца двора в немножко огурчику помидорчиков бананы молоко и геркулес и вышла я же не сказала вам финальный аккорд вышло это со всеми скидками с ихними на тысяча четыреста пятьдесят один рубль тоже казалось бы ну блять ну вот так яйца я сейчас на самом деле отварю сразу ну что же четвертый час скоро можно ужинать готовить особо не хочется яйца отварю говорится яйца сейчас они появятся так что у нас тут ничего не нажимается сейчас ну ты еще блин сломайся так все это холодильник так слушать а сколько яйца варить по-моему семь минут от закипания воды да чтобы вкрутую были досечку у нас кстати потеплело оно тает наверное поэтому они стараются убирать ну прям сегодня часов с девяти вот это пи 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 я еще еду в конце февраля на рабочую встречу ну как я не знаю как это называется тимбилдинг ну короче встреча стратегически важных сотрудников я начала думаю надо какую-нибудь белую блузку себе купить классическую ну так чтобы вроде и нарядно и в то же время слегка небрежно что-то я полезла на озон и там блин блузки какие-то капец какие дорогие вот тысячи рублей ну да не очень дорого не десять тысяч но в том плане что ты эту белую блузку не знаю когда я ее еще раз потом одену есть только на собеседование на какое-нибудь очередное что-то как-то цены не радуют ну ладно в любом случае надо будет собраться как-то собрать себя будет еще гала ужин вот как они это назвали так гала ужин всей компании тоже тоже наверное надо будет переодеть что-то одеться короче вот ну наконец-то видите я все время говорила что я девочка я хочу думать о том какое платьишко одеть вот пожалуйста вселенная меня услышала и сказала ну вот же твой шанс давай думай думай о том о чем думать хочется так что думаю так что там с моими яйцами яйца я мои не переварила вообще какой-то день сегодня я еле еле проснулась проснулась в девять потом до десяти подремала с телефоном в руках то то поделала подремала ну короче слава богу удаленная работе рабочий удаленный формат позволяет такие возможности но все равно эти вот резкие перепады температуры они прямо нет мне ничего не болит на эти без люди которые там голова болит еще что-то но ноги ноют да мне ничего принципе тут вот не болит но вот это состояние сонности ну просто может еще солнце нет ну короче а еще же радостная новость боже мне сделали загранпаспорт он оказался готов быстрее чем планировалось вообще на госуслугах написано что вы сначала подаете онлайн заявку вам месяц думают одобрить ее не одобрить 10 лет назад когда я делала свой старый паспорт такого не было это но я не знаю сколько там этого года нововведения но вот как бы есть как есть месяц ты должна подождать тебе дойдут ответ по заявке потом ты приходишь привозишь документы тебя там фотографируют пальчики твои сканируют еще через месяц ты приезжаешь забираешь паспорт у меня получилось что я по моему 1 или 2 января я под шумок быстренько подала через госуслуги третьего по моему или четвертого первый рабочий день января мне ответили что да вообще не вопрос приезжайте где-то на после праздников число на 10 или 13 на 13 я записалась 13 съездила все подала вообще быстро мгновенно просто вот дай бог броницкому отделению счастья здоровья добра сметаны там за денег всего что только можно что было реально все вовремя все быстро все вообще без вопросов и получается вчера мне пришло уведомление что вы уже можете забирать то есть с 13 числа 10 дней прошло по-моему да 8 число 23 нет 24 но вчера было 23 то есть 10 дней прошло приезжайте ваш паспорт готов так что в выходные поедем забирать паспорт да девушка и все и сразу на мальдивы сразу на мальдивы да в белый песок чтобы белый песок в трусы да так что так что там с яйцами тополя а сколько вот они варятся вот сколько вы варитесь яйца угу и я не знаю капец алиса блин надо было через алису хоть засечь сейчас посмотрю когда видео начало снимать методом тыка слушайте ну не знаю мне еще минуты три пусть проварятся проварятся да поварятся поварятся вот такие бананчики маленькие они такие отдельные были грустные несчастные думаю ну вы наверное сладкие поэтому дорогущие но сладкие возьмем два отдельно таких и вот два этих вместе знаете чем дороже продукт тем его чаще хочется покупать да это закон закон подлости что какой глитужин когда лень готовить яйца сырок помидорки бананчики может быть сложится четыре часа сейчас темнеть уже начнет а эти все едят чистят пи 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 так ладно мне приятного аппетита вам тоже если кушаете так ну что все белье высохло сейчас я его сложу я не глажу девочки белье я в принципе не люблю гладить вот из всех домашних дел наверное больше всего я не люблю гладить кстати я пока опять смотрела белые блузки ну вот все такое знаете дресс кодовая я вспомнила что в принципе у меня то есть белая блузка есть и белая и бежевая и белая с черными котиками надо их достать а платье опять же не знаю наверное возьму черное но оно реально универсальное ну и возьму одни джинсы и и и и и и и и одни черные брюки ну то есть чтобы как-то скомбинировать а еще наверное нужно будет пижаму потому что как минимум одну ночь придется там в отеле ночевать я думаю что если как бы я захочу ездить в москву как бы домой мне никто слова не скажет ну блин какой смысл так все бельешко складываю пакетик сюда удобный стеллаж у него блин все что угодно можно положить там пледы там белье там вообще сушилка для овощей и фруктов стоит там банки ну короче все что хочешь кстати я все вот хотела докупить еще вот этих коробов вот где серый мятный еще наверное вот чтобы внизу вот закрыть банки поставить тоже в короб и вот туда вот где игрушки новогодние тоже туда в конец тоже короб поставить то есть я хотела еще два наверное взять короба может быть опять же взять сюда вот и темно-серый короче не знаю наверное один такой один такой но это опять же это что надо доехать долюра мерлен а чё ты смотришь на меня у меня там группа поддержки чё крестишь я тебе сниму нельзя друзья сниматься не хотят так уже блять и животные сниматься не хотят у меня во влогах а вы говорите ну короче такие вот дела все все дальше буду уже отдыхать дела рабочие закончила время начало восьмого соседка все дела порешала короче день прошел не зря как говорится все успела все сделала Дуся тоже тут группа поддержки группа поддержки свое прекрасное полосатое пятнистое пузико наглаживает все я буду с вами прощаться всем хорошего дня хорошего настроения и пусть вас одолевают только приятные заботы и не дерут диван некоторые мелкие засранцы кошмар какой давай давай выходи выходи укает еще на меня все пока пока ну крестюш ну что уууу выходи ну короче дерет здесь плинтус ну вот который вот белаяо да вот соединяет Я поставила эту бутылку воды Потому что он его открывает с той стороны Сначала он открывал его с угла Я угол заклеила белой бумагой Самоклеющейся Теперь здесь я поставила бутылку И она ходит и нервничает И понимает, что бутылку отодвинуть не может И плинтус не может отодвинуть И начинает драть диван Но вы понимаете масштабы бедствия Где эта собака черная? Кошмар какой-то Никаких больше котиков не будет в моем доме Не дери мне диван, я же слышу Не, ну вот собака такая Короче, пошла за шваброй